Виктор Кущенко по образованию архитектор, но на жизнь зарабатывает рисованием. Его произведение украшает стены загородных домов и частных заведений. Рассказывает, основная проблема райтера – нехватка официально отведенных мест для граффити. Признается, приходится выезжать за город, чтобы воплотить на стене очередную идею. В принципе, по многим кафе, барам по Донецку рисовал вне нашего города только некоммерческие проекты. Краска на поверхность наносится из специального баллона. Использовать можно сразу несколько цветов. Нарисование одного рисунка у Виктора уходит больше четырех часов. Говорит, главное в этом деле – соблюдать четкую последовательность действий. Появляется идея, переносишь ее на бумагу, дорабатываешь, где-то что-то убираешь, что-то добавляешь. Пытаешься максимально минимализировать рисунок. Ежедневно в Донецке появляются новые изображения. Жители говорят, это придает городу особую изысканность. Признаются, с удовольствием любуются настенными рисунками. Граффити мне очень нравится. Даже хочу научиться, не знаю, к кому обратиться на самом деле. Мне нравится, я часто смотрю. Я еще не видел таких. Самим хочется нарисовать. Дайте краски нарисую. Если бы просто забор был, то как бы мрачно, а так рисунки веселые. Город ярче делается, красивее, особенно не летом, а зимой. Как бы такие краски на фоне белого снега, да, красиво, стены разрисованы. Не против граффити рисунков и городские власти. Говорят, из них можно извлечь существенную пользу. На изображении, нарисованном на стене, уже не напишешь ни цензурных слов. Слой краски очень плотный. Главное, говорят в управлении благоустройства, согласовывать такую деятельность с собственниками зданий. Чтобы не получалось так, как они делают это из-под тяжка. Чтобы не получалось это так, как разрисовывают в Европе общественный транспорт, остановки общественного транспорта. И тогда это превращается просто в определенное уродство. Чиновники готовы предоставлять помощь граффитчикам. В Донецке неоднократно проходили соревнования художников, победитель которых мог разрисовать одно из городских зданий. Инга Лапикова, Роман Фролов, Панорама.